В садовом товариществе «Ручеёк» не на шутку разгорелись земельные войны. Там местные жители остались фактически без своих участков. Самовольный захват территории, утверждают они. Однако по документам, собственником спорных земель является местный бизнесмен. По мнению жителей, именно он и организовал здесь незаконную вырубку леса. Так что на самом деле происходит в СНТ «Ручеёк» в ситуации, разбирался наш корреспондент. Они прошлись по нашей земле как мамай, как фашисты. Я здесь рабочим говорила, вы не помните этого самого Ивана, не помнящие родства, вы разоряете нашу землю. Татьяна Лучкова не может сдержать эмоции. Женщина получила на этой земле садовый участок, как заслуженный работник Томилинской птицефабрики. И добросовестно им владела на протяжении 25 лет. Однако документы на право собственности ей так и не удалось оформить. По словам Татьяны Лучковой, первый председатель СНТ «Ручеёк» обманом завладел землями рабочих птицефабрики. Вскрылось это только в 2008 году, когда на имущество жителей СНТ начали открыто покушаться третьи лица. И с тех пор на этой территории продолжается многолетняя изнуряющая борьба. 300 семей, вот три полосы от дороги до следующего забора, это 300 семей, 300 участков. Были обмануты, обворованы, оплёваны, можно так сказать. Документы не получили. Вместо наших фамилий в списке администрации Томилина попали списки подставных. 300 подставных. А нас выкинули. Вообще история с землями СНТ «Ручеёк» запутанная и корнями уходит в 90-е годы. Местные жители до сих пор не понимают, как такое могло произойти. Владели себе участками добросовестно, жили на землях много лет, а потом раз, и они уже не собственники, а непрошенные гости в своих же домах. В 2000-х годах было практикой во многих поселениях в Московской области, когда люди не знали, что нужно, необходимо ставить свои земельные участки на кадастровый учёт. Разные нуравиши, не выезжая на местность, наверное, каким-то образом заинтересовывая кадастровых инженеров, прямо в кабинете ставили данные земельные участки на учёт, на кадастровый. То есть не обращая внимания, есть заборы, пользуются, не пользуются. По всей видимости, так случилось и с землями жителей СНТ «Ручеёк». Разобраться, почему так произошло, и выяснить, кто в этом виноват, люди пытаются уже больше 10 лет. Однако дело не то, что не сдвинулось с мёртвой точки, а напротив, приняло крутой поворот. На данный момент собственность на эти участки перешла, я так понимаю, уже в третий или в четвёртый раз другим лицам. И новый собственник решил принять кардинальные меры по сносу, по освобождению этой земли от растительности и от наших садоводов. Эти кадры сделаны всего месяц назад. Раньше здесь был целый лес, теперь голый пустырь. Что будет дальше, непонятно. Однако местные жители сдаваться не намерены. Помочь людям в борьбе за их имущество и права взялись местные депутаты. Чиновники оперативно отреагировали на крик помощи жителей СНТ «Ручеёк» и приехали на место, чтобы разобраться во всём лично. Сегодня я еду в Государственную Думу на имя депутата, курирующего Московскую область, Свинцова Андрея Николаевича. Подготовили запрос на заместителя председателя Московской областной Думы Жигарева Кирилла Сергеевича. Подготовили запрос на руководителя партии ЛДП Женёвского Ланя Вольфовича. То есть с сегодняшнего дня мы берём эту ситуацию под контроль. Попытаемся переговорить с прокуратурой Люберецкой, прокуратурой Московской области. В общем, депутаты, как и жители СНТ «Ручеёк», настроены решительно окончательно разобраться в ситуации. А главное, вернуть людям, принадлежащим земли, задача непростая, но решаемая. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.